Если зайти на Вархаммер Вики и прочитать лор облитераторов, то можно отметить, что они состоят из плоти металла и когда они бродят по полю боя, они трансформируют оружие из собственного тела в различное оружие. Такое как лаз-пушки, плазменные пушки, мультимельты и даже в комби-оружие. Единственное ограничение, которое у них есть, это они не могут создать взрывное оружие, то есть гранаты, ракетницы, я так понимаю, пушки, которые стреляют взрывными снарядами и тому подобное. К чему это я говорю? Я решил воссоздать эту особенность облитераторов в игре и давайте я вам покажу, что получилось. Итак, что же я решил сделать? Лаз-пушки и мультимельты это достаточно банально, да и честно говоря они мне поднадоели, поэтому я решил разнообразить оружие и сделать тут на выбор. Злогнемет, это огонь варпа из солшторма, который есть у одержимых хаоса по сути. Волкитный бластер, прикольная штука и комби-плазма. Они, как видите, написано не используются, то есть сейчас они недоступны. Сделаем вот такое движение и сейчас мы откроем консоль и создадим юнита вражеского. Как видите, мы не можем использовать весь этот набор оружия, он пока недоступен. У нас есть три способности. Трансформация оружия. Каждая из них отнимает небольшое количество здоровья, но в обмен создает нам определенное оружие. Тут указано, какое оружие будет создано. То есть вот, например, злогнемет. Вот видите, кнопка стала активна. Перед этим мы не могли ее использовать. При этом несколько оружия одновременно создать нельзя, потому что это будет достаточно имбово. То есть вот если я сейчас нажму, ничего не произойдет. Только способность уйдет на перезарядку. Поэтому нет смысла нажимать все три способности сразу, поскольку все три оружия сразу не дадут использовать. Это я так специально сделал, потому что если еще в дополнение к основному вооружению добавить не одно оружие, а сразу три, это будет очень сильно. Ну и огнемет эффективен против легкой пехоты в основном. Да и среднюю пехоту неплохо пробивает. Вот так это выглядит. Дается это на один ход. Давайте вот закончим ход, чтобы усиление пропало. вот мы его опять использовать не можем. Так сбросим кд, чтобы показать. Теперь, например, комби плазму создаем. Ну, надо только чуть-чуть поближе подойти. Вот, допустим, вот сюда. Вот. Мы ее опять же использовать сейчас не можем. Тратим очки здоровья. Создаем. Теперь можем использовать. Опять же, ну, на всякий случай я покажу. То есть, нажимать эти, остальные способности нет смысла. И вот так вот используем плазму. Большая бронепробиваемость. Урон не особо большой. Эффективен против тяжелой пехоты. Ну и в целом даже и против техники можно использовать. Потому что бронепробитие большое. Будьте аккуратны, потому что трата очков здоровья может лишить отряд одного из членов. То есть, вот, например, создаем... А! Ну, я же не могу создать. Да, я забыл. Надо ход теперь закончить. То есть, это идет в дополнение к основному оружию. Опять же, вот, ну, у нас нет доступных целей. Только по этой причине он сейчас недоступен. А так он будет доступен. То есть, вот я сейчас покажу. Нажимаем. И вот у нас мы тратим очки здоровья. И появляется он в доступе. Вот что будет, если очков будет, кстати, на грани. И мы нажмем эту кнопку. Вот, мы одного члена отряда теряем. Ну, зато можем использовать дополнительное оружие. Кстати, вот так выглядит атака облитераторов одновременно. Гравитон пушкой и волкитным бластером. О, блин! О, блин! О, блин! О, блин! О, блин! О, блин! В идеале!